Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 12 октября и вот теперь когда и заготовка семян закончилась и в огороде почти все приготовлено, я уже более подробно начинаю работать с каталогом и особенно с новыми сортами, потому что первая половина почти до 190-го они все описаны и не раз уже у меня выращены. А вот этот вот конец, самые-самые последние, особенно те, которые не русские, с ними, конечно, сложновато. И я хочу сейчас для всех моих заказчиков рассказать поподробнее, хотя бы теоретически, о номере 212. У меня сейчас он записан как Delicious, но изначально был он записан просто американский Бург, потому что с ним такая интересная история произошла. И он вызвал у меня много споров на странице в Одноклассниках. Когда я выложила вот этот каталог, 212 у меня был просто помечен как американский и Бург, потому что я сокращенно написала. Пачка у меня оригинальная американская. И вот здесь вот так у меня было вот это название. Так как я в школе учила немецкий, мне английский вообще сложновато читать. И не то что инструкцию даже вот эту, чтобы прочесть мне вот эту инструкцию. Это мне надо по-английски перепечатать в компьютер весь текст. Потом через переводчика перевести. Вы понимаете, что на это не всегда есть время. И я вот пометила его. Написала американский. Тут написано, что это Америка. И написала даже не Бург, а сокращенно Бург. И так он у меня в каталоге и был. Вот если вы посмотрите, то... Ой, где же мне? Вот он, 212. Написано. Американский Бург. Это потом я исправила над делишес, после того, как мы выяснили. И когда я вот в таком сокращенном виде выставила в каталоге, люди, конечно, они же тоже любопытные. Они хотят узнать, что это такое. И одна девушка, вот Софья, она заинтересовалась и решила более подробно об этом сорте. Ну, какие-то данные узнать. И она написала, что это сорт делишес США. И выставила фото пачки. Но видите, эта пачка совсем другая. Это уже адаптированная к русскому покупателю. Тут хоть несколько есть русских слов. У меня на моей пачке нет ни одного русского слова. И потом тут, конечно, было много споров. Софья написала. Просто нашла в интернете. Было самой интересно. Когда я выставила, что у меня вот эта вот другая пачка. Ну, тут, короче, было много переводов, много вариантов. Кто-то пишет, что это помидор Берпи. Если дословно переводить. И потом Софья пишет, что это фирма, название фирмы. Тогда я уже выбрала время и начала прям подробно про этот томат изучать, чтобы всем донести вот эту информацию об этом томате. Вот Софья еще раз пишет, что Берпи, это, ну, она объясняет, что это не название. Это всемирно известная американская компания. Основала ее Вашингтон. Бурпи. Бурпи. А томат делишес переводится вкусный. Так, все. На этом мы закончим. И я сейчас покажу вам. Я тоже начала тогда в интернете, чтобы мне уже точно знать про этот сорт. Потому что у меня была такая история. Смотрите, мы же привыкли, что у нас название пишется самым крупным. А остальное все помельче. Но тут почему-то на американской пачке наоборот. Название, вот это, которое крупное, это оказалось производитель. В чем потом я убедилась, вот здесь наоборот, найдя мелкий-мелкий шрифт. Но все равно тут ясно, что это продукция компании Бурпи. Все. И вот меня смутило то, что название написано фирмы очень крупно. А у нас обычно название помидора. А сам название сорта, смотрите, какими миленькими-миленькими буквами. Вот такими вот. Даже мельче, чем слово томат. Вот это меня ввело в заблуждение. Ну, и еще я думала сначала вот это вот название. Я даже пачку подписала, видите. Американский сорт и органик. Но потом я поняла, что это, что именно вот органик. Это, наверное, что-то там натуральное, органическое земледелие. Короче, все. Сейчас в нескольких словах опишу вам этот сорт. Оказалось, что это очень известная компания. Очень известный сорт. Видите, какой крупный он. Так. Возможно, именно сорт томата делиши станет любимчиком на вашем столе. Выделяется своими размерами. Выведен еще в 64-м году в Америке. Над его разработкой работала известная компания Бурпе. Теперь я уже... Вот видите, как много интересного узнаем параллельно с выращиванием томатов. Теперь я знаю, что есть в Америке такая известная компания Бурпе, которая, наверное, как у нас Сибирский сад, которая занимается выведением, разработкой томатов. Теперь я знаю, что вот этот томат, который я вырастила нынче в первый раз, мне прислали пачку вот эту иностранную, прям оригинальную. Больше 50 лет назад он выведен. Этот сорт старинный. Это вот такой, именно как мы говорим про свои, что бабушкин томат, вот такой огромный, большой, мясистый. У нас вот есть в советских времен многие такие томаты, а вот это такой же, только американский. Если характеристики написано, что относятся к высокоурожайным, среднеспилым сортам томатов, рост кустов не ограничен, растение индетерминатное, подлежит выращиванию на открытой и закрытой почве, но в средней полосе рекомендовано выращивать в теплице. Вот я свой выращивала в теплице, так как у меня семянки на учет. Я прям несколько, два кустика высаживала нынче, посмотрела, мне он очень понравился. Написано, высота растения достигает отметок 1,8-2 метра. Требуется подвязка, посынкование, плоды большие, в среднем 400-600 грамм. В отдельных случаях достигает до 1 килограмма. Форма плоско-округлая. Вот классическая форма, обычный томат такой. Все. Больше я ничего не буду вам описывать, тут уже ясно. Это старинный такой, это не гибрид, с него можно собирать семена, крупноплодный, индетерминатный. Выращивала пока только в теплице, и как вы видите, я сама с ним только готовлюсь. Для меня сорт Delicious это открытие, вот такая американская новинка в моем огороде. Но теперь, слава богу, хоть мы и с помощью зрителей, и все, как с миром по нитке, выяснили, что это сорт называется именно Delicious, а не Burpee, что это именно американский сорт, вот такой. Все, до свидания. Кто любит крупноплодные томаты, пожалуйста, вот это американский аналог нашим старинным бабушкиным томатам. Все, до свидания. А, еще забыла напомнить, да, он у меня в каталоге номер 212, это новинки этого года.